Если в вашем автомобиле стало гораздо холоднее зимой, чем было ранее, можно крошить на два варианта развития событий. Либо усилилась мороз и обогреватель солёна просто не справляется с нагрузкой, либо засорился радиатор печки. Есть ещё и другие причины, но засоренный радиатор – это основная причина, и я хочу поговорить об этом. Как проверить, радиатор печки засорена или нет? Это можно сделать так. Продуваем её с одной, и потом с другой стороны вот так. Внимание! Делайте это внимательно. Берегите свои глаза. Если радиатор печки не снят, тогда сливаем антифриз и через вот эти резиновые трубки продуваем. Если воздух не протыкает хорошо и приятствует что-то, значит ваш радиатор засорен и имеет внутри накипь. Накипь – это в основе своей кальции. Всевозможные жировые накопления. Они и есть в основном жировые. Накипь может быть ещё и от ржавчины. Вот посмотрите, что может твориться внутри вашего радиатора. Наверное, вы не думали, что может быть такое случится. Многим интересно, как и чем можно промыть радиатор печки. Если решим промыть радиатор печки, всё это накипь может раствориться в кислотах. А вот активность и концентрацию кислоты выбирайте по-своему. Либо для промывки уксусная, муравийная, шавельная и т.д. на 2-3 дня. Или либо серная, соляная, азотная, а то фосфорная. Всего на несколько секунд. Солить, например, уксус рекомендую горячим в состоянии с помощью варунки. Если уксус будет горячим, реакция будет проходить быстрее. В любом случае, потом хорошенько прополоскать радиатор. Промывать поточной водой нужно только. И не забываем проверяться на реакцию металла самого радиатора. Некоторые умудряются залить в радиатор крот. Если прокладки печки резиновые, то их с помощью крота разъесть несложно. Если печка состоит из алюминиевых труб, то крот постепенно ее может тоже разъесть. Так что применять крот не рекомендуется. Многие промывают радиатор с помощью вот такого приспособления. Самый лучший вам совет поменять радиатор печки на новую. Стоит он недорого. Сколько бы вы не промывали старого радиатора, конечно, лучше новое. Промитый радиатор через год или два может еще перестать работать, так как невозможно промить ее идеально просто так. И постепенно, скоро еще засоряется. Чтобы поменять радиатор, нужно снять торпеду в салоне и потом в саму печку. Поверьте мне, лучше радиатор печки поменять. Это отнимет вам 6-8 часов времени. Но зато потом вы будете довольны и уверены. Как можно снять торпеду и поменять радиатор печки на примере ГОЛФ-3 я показал в предыдущем видео. Кстати, трубки радиатора ГОЛФ-3 медленнее, если радиатор родной. Ссылка на видео, как можно снять торпеду и радиатор печки внизу под этого видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!